привет меня зовут андрей цветков я посмотрел пищи блог и есть у меня парочка слов по этому поводу подписывайтесь на канал не забывайте ставить лайки делать репосты и поехали пищи блок снимать кино непросто работает это так сначала ты полон вдохновения ты прочитал сценарий он там смешной грустный или драматичный герой в нем меняются до неузнаваемости в нем множество приключений замечательных сюжетных поворотов и вот ты уже полон энергии готов снимать на какой-то стадии ты встречаешься с оператором он уверяет тебя что красный цвет в лесу пионерском лагере 80 года это отличная идея и вообще не нужно стесняться света света нужно много ведь мы снимаем сказку и должен быть яркой красочно он очень убедительным а ты как бы не очень представляешь себе что такое пионерский лагерь но там все ходят в галстуках пионерских и все оператор напирает цвета нужно много и нужно стесняться что в лагере стоят осветительные приборы кто их вообще видел-то эти лагеря точно тебе говорю все так и было и ты режиссер начинаешь плыть потом появляются артисты предложения из них валятся как из рога изобилия и предложения хорошие замечательные ребята эти артисты отличные люди тут же подгребает звукорежиссер и объясняет звук фильме очень важен и вот все это вываливается в первую серию ко второй вы начинаете немного уставать от этого вашего энтузиазма к восьмой серии вам откровенно по хуя что там происходит на площадке но слава богам съемочный период окончился и вы немного отдохнув принимаетесь за монтаж история повторяется сначала вы полны энтузиазма а потом ой да кто вообще что-то понимает в этом кино тем более сериальным примерно так я полагаю развивались события при производстве сериала и странно что такие мощные компании как среда и кинопоиск не стыдятся выпускать фильм тупо не отсмотрев его седьмой серии два микроплана микроплана такой коротенький кадр который вы успеваете заметить но не понимаете что там показано это бывает используется как художественный прием но не в этот раз вы скажете я придираюсь окей расскажу вам еще одну сцену из сериала футбольный матч футболист бежит по полю напряжение комментатор комментирует крупные планы активная камера общие планы все отлично нападающий забивает гол на табло судья переворачивает цифры и счет становится 1-0 комментатор в этот момент за кадром сообщает что команда счет сравняла 1-0 сравняла это же лучшее доказательство что пошел бы ты нахер дорогой зритель со своими претензиями переписать за кадр это реально пять минуту полчаса подклеить еще час реально работы на пару часов но зачем кто-то такой чтобы мы ради тебя старались ладно давайте немного по порядку режиссер к сожалению режиссера на площадке не был тот человек который выдавал себя за режиссера явно не режиссер он кто угодно возможно я не знаю по нынешней моде иностранный агент но это точно не режиссер святослав подгоевский славится видимо съемками ужастиков и действительно резкая смена планов или резкое появление в кадре страшилки в вкупе с резким звуком могут напугать любого этот невероятный художественный прием освоен святославом с блеском однако по моему скромному суждению этого для профессии маловато оператор в принципе отработал неплохо но было бы лучше если бы он работал в купе с режиссером в паре с режиссером оператор явно увлекается примитивными эффектами любит красный имитирует отблеск воды на лицах почти в половине кадров хорошо бы кто-нибудь им сказал что все хорошо в меру если на празднике нептуна этого эффекта многовато но все же дело происходит хотя бы у воды то в лесу злоупотреблять этим эффектом не стоит ночных сценах все заливается светом с какими будь фильтром по большей части красным приборы вычурно стоят посреди общих планов не знаю самое отвратительное для меня в кино это когда эпизоды не вытекают один из другого а выглядят как страницы букваря а арбуз б баран согласитесь из страницы с арбузом никак не следует баран но то букварь у него другая логическая связь в пищеблоке так в общем мы понимаем что дело происходит в лагере но как-то куда перемещается понять совершенно невозможно герой здесь после восклейки он там потом еще где-то общей представители канвы нет то есть она есть то она не вьется веревочкой из эпизода в эпизод отдельными такими кирпичами валяется по территории пионерлагеря сложно сказать кто в этом виноват наверное режиссер но его как мы выяснили не было и поэтому все претензии вываливаются на сценариста прости брат ну вот говорящие имена это безусловно находка сценариста и это мне кажется отвратительно развязанную девочку назвать шалаевая но серьезно ладно ладно оставлю сценариста в покое сценарий не читал и наверняка он выверенный и точный невозможно игнорировать вторичность всего происходящего манера вампира кусать явно подсмотрена в сериале штамп комарики из ночного дозора я человек не очень насмотрен и полагаю таких примеров множество невозможно понять кто кого и на каком основании кусает точнее почему некоторые героев вампиры игнорируют иногда это происходит для сохранения стройности сюжета иногда для эффектного окончания серии тизеры кстати в конце серии отличные но всегда в угоду автором авторы вообще нежно они хотят страдать они хотят комфорта и поэтому язык вампира или чем он там кусает медленно тянется к персонажу но по воле автора не успевает укусить как говорится это нога того кого надо нога иногда сценарист плюет на элементарную логику ради ради чего зачем серп иванович дает пистолет для убийства если сразу подозрение пойдет на него в чем его интерес мог бы и сам пойти пристрелить и не бегать потом за пионерами по всему лагерю некоторые сцены обладают феноменальной нелепостью просто вот феноменальный актриса пегова убивается от того что потерялся ребенок убивает страстно казнить себя прямо плачет тут появляется герой она собирается ему отдаться очень радостно забывать тут же про этого ребенка несчастно понятно что это снимали в разные дни актриса пегова просто-напросто забыла что она в предыдущей сцене убивалась тот по только что потерянному ребенку окей но режиссер то нам зачем садовая моя голова забыл режиссер то не был на площадке или сцена с опусканием флага пистолет выпадает из носка или не знаю штанины пионера ведь серьезно да вы бы хоть ради интереса попробовали туда затолкать этот пистолет там видно что он не влезет или держаться не будет был бы режиссером бы попробовал я уж молчу про саму логику пионера который прячет пистолет на себе то есть его в лесу спрятать вообще нет такого качества эпизоды следует друг за другом исследовать их смысла нет отвратительная современная манера строить эпизод как клип это примитивно ребята так сцена секса берем значит романтичную музыку романтическую музыку и фига чем клип я понимаю что все вы клипмейкеры но меру то знать надо представьте себе что ваш стоматолог лечит не больной зуб а тот который лечить умеет звукорежиссер отличный парень который озвучил по моему все звуки ничего не упустил если герой ставит стакан на стол то это сопровождалось такой драмой звуковой естественно что волосы дыбом становились правда у такого приема есть один недостаток он начинает раздражать это как если бы при разговоре делали акцент буквально на каждом слове итогом такого разговора было бы то что собеседник бы ну как бы растерянно развел руками абсолютно не поняв вас акцентировать нужно только важные точки но это мое конечно примитивное понимаем вопрос тут особо обсуждать нечего все спорно но при наличии отсутствия режиссера это не я не умею построить фразу это цитаты кто первый угадает откуда эта цитата отправлю приз требует что-то от актера а тем более актер ребенка я считаю неправильным и последнее когда я смотрю фильм о фильме меня охватывает странное раздражение я смотрю это для того чтобы что-то понять чтобы мне рассказали мотивы высокие ноты нужны понимаете а вы все мне рассказывайте про страдание актеров ребята если он так тяжело сниматься или снимать при температуре в 5 градусов примерно за 100 тысяч смену идите на другую работу там будет не страшно вам будет безопасно ну ладно я не знаю сколько вам там платили но даже если там 30 тысяч меньше точно не платили то это 600 тысяч за 20 рабочих дней можно потерпеть и не жаловаться вам не хочется высоких рассуждений мне хочется мотивов о чем это кино что вас заставило выбрать этого героя кроме денег естественно для чего вы решили рассказать эту историю вот писатель иванов рассказывает и мне понятен этот мотив хотя он довольно примитивный и детский очень но он этого и не скрывает а режиссеры несут какую-то не знаю несусветную ерунду о том как им было сложно окститесь ребят на ваше место нескончаемая очередь понимаете это большая честь быть частью русского кино ладно перегнул маленько и так все плохо можно не смотреть берегите себя подписывайтесь на канал ставьте лайки делать репосты я говорю репосты делайте то и тут я тут для чего тут в общем вот это все пока